В соответствии с поручением главы государства, данным на заседании Совета предпринимателей при президенте Республики Казахстан на 10 апреля 2013 года, министерством разработан проект концепции по реформированию нормативной базы в строительной сфере. В основу реформы заложен переход от устаревшего предписывающего метода технического нормирования к прогрессивному параметрическому, который позволяет применять альтернативные методы и решения, способствует внедрению новых научных разработок, технических решений и инноваций в проектировании и строительстве. Концепция по реформированию нормативной базы в строительной сфере Республики Казахстан в соответствии с правилами разработки концепции доктрин состоит из следующих разделов. Введение реформирования нормативной базы в строительной сфере основные принципы и общие подходы к реформированию нормативной базы, перечень нормативных правовых актов, посредством которых предлагается реализация концепции. Введение реформирования нормативной базы в строительной сфере включает в себя анализ текущей ситуации, ключевые проблемы, обоснование необходимости концепции, общие параметры реформирования, периоды реализации и ожидаемые результаты. На основе анализа текущей ситуации и изучения международного опыта Казахстаном, так же, как и другими членами Таможенного союза, за основу принята Европейская система технического нормирования. Основными ее элементами являются технический регламент, устанавливающий базовые требования по обеспечению безопасности зданий и сооружений, единые принципы расчета конструктивных решений зданий и пакет нормативных документов, регулирующий процессы проектирования. На слайде показаны принципиальные схемы и структуры нормативных баз Европейского Союза, Единого экономического пространства и Республики Казахстан. На следующих двух слайдах приведены ключевые проблемы, вызывающие необходимость разработки концепции в новой редакции. Несовершенствие и несогласованность компонентов нормативной базы строительства, предписывающие характер строительных норм и правил, не определены новые принципы взаимоотношения государства и бизнеса в сфере контроля и надзора, лицензирования в строительной сфере, высокие административные барьеры и другие. В концепции сформулированы основные принципы и общие подходы к реформированию нормативной базы. Целью концепции является создание прогрессивной системы технического регулирования, обеспечивающей дальнейшую интеграцию Казахстана в мировую экономическую систему. Для этого необходимо решить следующие основные задачи. Создание условий для широкого применения инноваций строительства, устранение технических барьеров, переход на общепринятые международные критерии надежности и методы проектирования, совершенствование политики в области строительного законодательства, технического нормирования, стандартизации, сертификации, государственного надзора и контроля. В концепции предусматривается оптимальный период реализации. Первый этап подготовительный до 2014 года. Второй этап – переход на новую систему технического регулирования с 2015 года и период сосуществования старой и новых систем технического регулирования до 2020 года. Третий этап – обобщение опыта применения и корректировка новой нормативной базы с 2021 по 2025 годы. Ожидаемые результаты реализации концепции – высокая культура строительства и благоприятная искусственная среда для обитания, для жизнедеятельности человека, устойчивая интеграция отечественной строительной отрасли в европейскую и мировые экономические системы, повышение конкурентоспособности субъектов строительной отрасли. На следующем слайде показана общая схема минимизации рисков при реформировании нормативной базы. Предлагаемый сценарий полностью соответствует государственной политике по устранению технических барьеров на пути интеграции в ЕС, ВТО и с обеспечением защиты интересов Казахстана. Переработка нормативов и реформа системы технического регулирования строительства в Казахстане будет проводиться с учетом национальных условий. Национальные нормативы разрабатываются методом актуализации устаревших или адаптации региональных и международных нормативов. Для успешного проведения реформы необходимо снизить основные риски, связанные с протекционизмом и желанием защитить отечественного производителя, что может привести к консервации технологической отсталости и низкой конкурентоспособности на глобальном рынке. В концепции определены основные направления реформирования системы технического регулирования. Это переход на параметрическую модель во всех системных компонентах технического регулирования, переход на единые международные принципы расчета при проектировании строительной конструкции и другие. Концепция предусматривает создание эффективной системы технического регулирования в строительстве, которая состоит из трех компонентов, характерных для всех экономически развитых стран. Нормативная база строительной отрасли, система надзора и контроля исполнения строительного законодательства, система оценки соответствия объектов и субъектов технического регулирования требованием строительного законодательства и вытекающих из него стандартов. В нормативной базе строительной отрасли выделены два компонента по признаку обязательности применения. Строительное законодательство, содержащее нормативные правовые акты и нормативно-технические документы, обязательные для исполнения всеми субъектами регулирования. И добровольные нормативно-технические документы, своды правил, нормативно-технические пособия и стандарты, не являющиеся частью строительного законодательства и предназначены для добровольного применения. Для реформирования системы оценки соответствия концепции предусмотрены механизмы по обеспечению человеческими ресурсами, процедуры и критерии оценки безопасности и качества продуктов строительства. В концепции предусмотрены дальнейшие совершенствования системы контроля и надзора. В этом направлении в последние годы проводится определенная работа. Приняты механизмы по лицензированию проектировщиков и строителей с установлением категории по сложности объектов. Принята процедура аттестации по видам экспертов. Работа в данном направлении будет продолжена. В концепции приведен перечень нормативных правовых и иных актов, впоследствии которых предлагается реализация концепции. Важнейшим из них является закон Республик Казахстан об архитектурно-градостоятельной и строительной деятельности Республики Казахстан, закон Республики Казахстан о техническом регулировании, комплексный план реформирования нормативной базы строительного отрасли Республики Казахстан, отраслевые программы и другие нормативно-правовые и иные акты в сфере строительства. Уважаемый Сергей Книгметович, уважаемые коллеги, реализация концепции позволит создать новую эффективную нормативную базу в системе технического регулирования, которая станет фундаментом для развития высокой культуры строительства и повышения конкурентоспособности отрасли. Проект концепции согласованно заинтересован государственными органами и неправительственными организациями, в том числе экономической палатой Казахстана Союза Токмикен. Доклад окончен.